Челябинская область и Казахстан подпишут ряд соглашений в сфере образования. Сегодня в Кастанай работает южноуральская делегация. В ее составе представители регионального Минобра и Челгу. Поток иностранных студентов в Челябинск вырос. Сегодня в области учатся 3000 человек из Казахстана. Какие профессии они выбирают и чем привлекает их российское образование, узнала Полина Кирсанова. Это наша комната. Мы здесь живем вчетвером. То есть все братья-собратья с Казахстана, с одной группы. Получается, готовим мы редко и мало. Мы все-таки парни. Но у нас есть какие-то приборы для этого. Кулинарные подвиги этих парней не интересуют. Они, будучи лингвисты, мечтают о большой карьере. А Тимирлан Бесимбаев и вовсе метит в политике. В Челябинск все эти молодые люди приехали 4 года назад из Казахстана получать высшее образование. Поток студентов из Казахстана сильно увеличился, особенно в последние годы. Это связано с престижем обучения в российских вузах, а также с таможенной политикой Казахстана и России. Из 30 тысяч студентов ЮРГУ, 2 тысячи – это иностранцы. В основном это молодые люди из Индии, Ирака, Малайзии и Казахстана. В Челябинск они едут, чтобы изучать русский язык. А также их интересуют такие сферы, как строительное и энергетическое. Эксперты отмечают, поток студентов из-за границы в Россию растет с каждым годом. И Челябинск – один из тех городов, куда приезжает такая молодежь. В целом на Южном Урале образование сейчас получают более 5 тысяч иностранцев. Есть среди них представители экзотических стран, но большинство все-таки представители соседнего Казахстана. В вузах таких студентов – 3 тысячи, в колледжах и училищах – 398 человек. На выбор повлияли и качество образования, и близость к дому, и возможность изучать другую культуру. В Челябинске Тимирлан вместе с земляками изучает и культуру России, и Китая. Будущий специалист в области международных отношений мечтает жить в Поднебесной. Опыт уже есть. Год назад вместе с оккурсниками попал на стажировку в Китай. После получения диплома Тимирлан планирует поехать в Китай или вернуться на родину. Тем более, что подтверждать нам диплом не придется. В России, и в Казахстане, и в Беларуси у них такая система образования между своими вузами. То есть даже кандидатские и докторские степени считаются по трем странам. Ежегодно более 200 человек поступают у нас из Казахстана. Особый интерес у ребят из Казахстана к таким направлениям подготовки, как строительство, электроэнергетика и электротехника, конструктор за технологическое обеспечение машиностроительных производств и все, что связано с автомобильным сервисом. Только приемом студентов из Казахстана сотрудничество не ограничивается. Так, в Кустанае есть филиал Челябинского государственного университета. Там обучаются более 4000 иностранных студентов. Открылся филиал в Кустанае еще 17 лет назад. Тогда, в начале 2000-х, это было стратегическим шагом кастанайского правительства, чтобы сдержать отток жителей в России. И получилось, кроме того, расположение филиала весьма выигрышно для учащихся. Это уникальные специалисты. Почему? Потому что, если мы обучаем юристов, то это юристы, которые знают законодательство и Российской Федерации, и Республики Казахстан. Они знают и казахский язык, и русский язык. Они изучают историю России, историю Казахстана. Кастанайский филиал Челгу учит по направлениям экономика, лингвистика и юриспруденция менеджмент. Штат преподавателей там сформирован собственный. Но иногда приезжают и челябинские специалисты, чтобы провести серию лекций. В планах руководства Челгу развивать филиал, открыть новые специальности. С учетом задач экономического сотрудничества двух стран России и Казахстана. Полина Кирсанова, Артем Большаков, Никита Исаков, ОТВ.